Значит, какой, какие бы там Тупицкий экономично, финансово, мне сегодня это до лампочки, это другий план. Занимайтесь Тупицким, как хотите. Но скосование, сейчас скосование указа, это говорит про то, что Тупицкий и Касменин с 13-го року незаконно занимали посады судей. Значит, вот эти все решения, наши решения по Крыму стают никчемными. Тогда референдум крымский стоит законным. Звернение до Московии про незалежность и приединение стоит законным. Москальские войска, которые перебывают в Крыму, стоят тогда законным. Он разумеет вот этот вот с юридичной освитой какого-то криворожского навчального заклада, который называется президент Зеленский, что он творит? Что он натворил? Я вам скажу, даже, наветь больше, 19-го року. Вот тут державная зрада. Зеленскому требует предъявлять державную зраду. То есть все законы, которые потом рассматривали Конституционный суд под голованием Тупицкого? Не под голованием, а с подписью Тупицкого. Это не обязательно. Не делайте этого из начальника монарха. У нас все время думают... Ну, с подписью Тупицкого. Да, с подписью Тупицкого. Они все стоят, как на меня, ни к чему. Потому что он не правосубъектный особый. Все зрозуміло. Тоді пояснення, можливо, уточнення. 2019-го був розпуск парламенту за бажанням Зеленского. И это тоже был Конституционный суд. Да, и Конституционный суд дал взгоду тому Зеленскому. И это тоже можно натякнуть. Так. Я уже натякнул депутатам, что вы незаконно выбраны. Потому что вы незаконно распустили тот предыдущий парламент. Значит, вам незаконно вас выбрали. Потому что вы не правовый способ. Выборы повинны были пройти восени. Они прошли влитку.